Дорогие друзья, всем привет! Вот посадила себе немножечко цветочков. Ездили на рынок цветочный. Вчера у нас какое число-то было? 7 что ли, июня. Хочу сказать, что рассада не подешевела. Или подешевела, но очень незначительно, всего на 5 рублей с куста. В итоге я набрала на 600 рублей. Взяла вот львиный зев, немножечко посадила. Потом бархотки, желтенькие такие, красивенькие. И гвоздички. Отдала 600 рублей. Конечно, сэкономила в итоге 200 рублей. То есть, если бы я поехала в мае, я бы отдала 800 рублей. А так 600. Ну, что же делать. Пусть растут. Ой, ну хорошенькие такие, прелесть. Вот львиный зев хотела, у меня вот задумка такая была, посадить полянку из вот таких вот розовых коралловых цветов. Но не было. Выбор сейчас уже очень маленький. И пришлось вот взять такое вот небольшое разноцветие. Ну ничего, все равно будет красиво, когда разрастутся. Будет просто чудесно. Аквилегия продолжает буйствовать красками. Очень красиво. Мне так нравятся вот такие полянки. И, в принципе, я бы вот хотела, чтобы все так вот, все цветы были. Отдельная полянка. И вот она такая яркая-яркая-яркая была. Вот таким образом я поэтому сюда вот пересадила все пионы. Вот они у меня пока еще приживаются. Но все равно хотят засвести. Посмотрим, что будет. Пусть засветает. У нас начали спеть первые ягодки-клубнички. Какая прелесть. Вот еще другой кустик. А это мак готовится засвести. Бутончик выбил. И вот еще вот маки есть. И здесь они самосевом у меня. Размножаются, цветут. Ой, ну такие они красивые, ярко-красные. Просто чудо. Лимончик вынесли из дома на улицу. И прям ему очень это дело понравилось. Сразу вот такой вот прирост дал. Хоть и не очень жарко на улице. Скорее даже прохладно. А все равно ему тут нравится больше. Ой, у нас сегодня наконец-то первый летний день. Такая теплынь. Просто чудо. Эквилегии прекрасно цветут. Гвоздики такие яркие-яркие. Вообще чудо просто. Очень красивые. Медведка у меня тут ходит. Зараза такая. Скосила уже мне три цветка. Я их не выкинула. О, четыре. Ну что это такое? Тут вот корешочек как бы есть. Сейчас водичку поставлю, корень даст. У меня-то с этой медведкой. Тут что, у нас все вроде нормально. Пионы мои уже цветают. Ага, красивые какие-то. Уже яркий цвет хороший. Ну это вообще прям роскошство какое-то. Чудо. Вот здесь у меня все бархоточки, которые медведка повалила. Уже четыре куста. Ну вот что это за такое, а? Ну в принципе там немножко корешка осталось еще. Пусть посидит корней, побольше даст обратно посажу. По косту у нас началось. Трасс, ты пахну. У меня килограмм творога. Вот насыпала на глаз сахара. Сахара довольно-таки много положила. Мои мужики любят, чтобы сладко все было. И сейчас вот толкушкой через сито все это дело разотру. Добавлю сметану. И будет очень-очень вкусно. Творог, да, конечно же, деревенский. Поехали. Творог протерла, добавила сметану. Сейчас все размешаю. Посмотрю, может быть немного молока надо будет добавить. Чтобы совсем круто-то уж не было. Добавила немного молока. У меня есть немного изюма еще. Все. Теперь все тщательно размешаю. И творог готов. Все готово. Переложила вот в такую мисочку из фикс-прайс. Накрываю крышку. И убираю в холодильник. Красота. Варю щи. Бульон у меня простой. На воде. Здесь у меня уже картошка, лук, морковь, болгарский перец, капуста. Добавлю сейчас я кабачок молодой. Натерла его на терке. И еще одна фишка. Именно конкретно этих щей. То, что я буду делать их из кильки. Из кильки в томате. Балтийская. И в конце варки добавлю еще немного своего домашнего кетчупа. Так что вот такие вот будут сегодня у меня вкусные и немного необычные щи. Кильку добавила. Сейчас добавлю сюда еще и смесь трав. Очень душистые. И щи будут просто шикарные. Дорогие друзья, всем привет. Доброе утро. Сегодня у нас 12 июня. Поздравляем всех россиян с праздником. Пусть наше государство крепнет. Пусть мы будем сильные. И все у нас будет хорошо. Заварила мать и мачеху листья. Нарвала. Ваня у меня что-то кашлят стал. И жар блинчики. Для блинчиков сейчас буду делать не совсем обычный соус. Для этого у меня есть варенье положила уже абрикосовое. Затем деревенская сметана и рикотта. Сейчас я все это дело размешаю. Положу 2 ложки сметаны, 2 ложки рикотты. Размешаю все это с вареньем. И будет потрясающе необычный, очень вкусный соус к блинчикам. Затем деревенская сметана и рикотта. Затем деревенская сметана и рикотта. Затем деревенская сметана и рикотта. Скажи всем привет. Всем привет. Что ты ешь? Блинчик. Вкусный? Да. Приятного аппетита. Спасибо. Вот такой чудесный завтрак сегодня нас ждет. Блинчики, замечательный соус с вареньем, рикоттой и сметаной. И первая клубничка. Приятного аппетита. Спасибо. Кушаешь клубничку-то? Ну-ка покажи, как ты кусаешь. Всем покажут, все смотрят. Кусай. Сейчас. Вот давай уже кусай прям кусай. Все смотрят, как ты кусаешь клубничку. Руками. Зубами кусают. Давай, ам, в ротик клубнику. Ам, Вань. Ну, кусай. Что? Вот зрители смотрят, скажут, ой, даже укусить клубничку не может. Не лежи, а кусай. Да пол ягодки сразу. Хам в ротик. Да не лежи, а кусай. Давай, ам. И жуй, жуй, жуй. Давай. Смотри, все смотрят, как ты жуешь. Все. Вань. Клубника. Ну, ты сделай, чтобы как было. Че облизываешь-то? Кусай. У меня зубов-то нет. Наверное. У тебя зубы куда делись за ночь-то? А, без зуба, мальчик. Ну, давай, кусай, кусай. Ну, и кусай клубнику зубами. Прям кусочек откуси и прожуй. Ну, давай, давай, давай. Ам. Никак не могу куснуть. Не могу куснуть. Вот такой вот едок. Ой, Ваня, у тебя машина новая, что ли? Что это у тебя за машина? Белая. И все? Ходили с ним как-то, в магазин зашли, а нам привезли новые игрушки в сельский магазин. Вот это вот большая такая белая машина, пластик хороший. Произведено в Санкт-Петербурге. Миротворческая машина называется. Миротворческая машина. Миротворец. Да, миротворец. Пикап. Пикап, точно, сынок. Вспомнили. Совместными усилиями, да? Ну, бери. Миротворец, пикап. Пластик хорошего качества. Да. Сюда все надо складывать. Да, Ваня сюда складывает. Игрушки свои катает, да, сынок? Да. Миротворческий пикап. Да, миротворец. Да. Угу. Котой. Котой? Коти, коти. Ура! Ба! Вот он, помощник золотой. Ну, вот мы сегодня молодцы. Покосили все, более-менее в порядок привели. Прям сразу и жизнь хороша, и жить хорошо. Но целый день. Да, косим травою, в дворе, и у двора, и в огороде. Ну, травещина росло полно. Это. И теперь вот газон надо подкормить, удобрение рассыпать и полить. А то что-то вот он это сохнет. Мам. Да. Смотри, как я траву кладу. О, вижу, вижу, помощник золотой. Вот он как кладет траву. Да? Да. Чтобы сюда. Давай, чтобы сюда. Сюда. Медведка тут вообще так прошлась по моим цветочкам. Вообще пять штук срубила. Придведка. Но зато гвоздички такие яркие, такие красивые. Чудо просто. Надо было больше их купить. Ну, это вообще просто прелесть. Продолжение следует...